Здравствуйте. Вы знаете, женщина-президент – это, конечно, совершенно ужасный символ. Это вот новое время, это наступающий сатанизм. В этом же ряду, конечно же, и президент-гомосексуалист, и президент-негр. Вот все то, что такими символическими является осидовыми кольями в грудь нашей цивилизации христианской, патриархальной цивилизации, цивилизации белого мужчины. Поэтому вот речь даже не о том, насколько талантлива будет там очередная Екатерина Третья, а о том, что вот это симптом конца. У настоящего здорового общества, ну, конечно же, лидером может быть только мужчина-патриарх. Понятно, спасибо. Ну, а это укол в сторону Константин Викторовича. Видимо, ваше, потому что вы за гендерное равноправие, а вот вам говорят… Я, по-моему, такого как раз не говорил. Я как раз против употребления термина «гендер», потому что я до конца не понимаю о 58 оттенках, чего предлагается сейчас дискутировать. Моя позиция в том, что я не за и не против того, чтобы в России была президентом женщины. Я против того, чтобы отнимать у женщины возможность участвовать в политическом процессе и быть хоть президентом, хоть премьером, хоть управдомом, хоть кем угодно. Я против того, чтобы насаждать на нашей почве и по выступлениям моих оппонентов и случайно прорвавшихся в эфир тоже. Отчетливо понятно, что как бы ни был я против насаждения этого на нашей почве, она уже глубокие корни здесь пустила. Под этим чем-то я имею в виду известную триаду кирха «киндер-кухня». Дальше не хватает только писать на пряжках «С нами Бог». Казалось бы, что вот это все не может прорасти на нашей почве, там, где когда-то люди разгромили фашизм. Но, тем не менее, именно это привносится сегодня религиозными мракобесами, выдающими себя за защитников русского народа, но на самом деле, конечно, к русскому народу никакого отношения не имеющими. Вот. Я думаю, что мы не должны... А вы кого-то конкретного имеете в виду? Я имею в виду ультраправых и правых наших фундаменталистов, которые хотели бы вот под этими лозунгами... Ну, вы только что же сейчас выслушали рассуждение о правах белого мужчины, белого человека. Вы не понимаете, что ли, из какого словаря эти термины, эти определения, и откуда дует ветер? К сожалению, этот ветер уже дует довольно давно на наших просторах, и многим уже основательно прочистил мозги. Но, к счастью, таких людей в нашей стране все-таки по-прежнему относительное меньшинство, потому что большинство озабочено совершенно другими вопросами. Не вопросами содержимого трусов, условно говоря, а вопросами наполняемости карманов. Главное, что людей интересует, это то, что происходит с экономикой, с работой, с неравенством, с справедливостью и несправедливостью в обществе. И решить эти проблемы не может ни мужчина, ни женщина, ни мужской, ни женский пол решают эти проблемы. Эти проблемы зависят от совершенно других вещей, от экономического уклада в обществе. Не надо, пожалуйста, примешивать к этому ни негров, ни гомосексуалистов, ни женщин. Если женщина участвует в общественно-политическом процессе наравне с мужчиной, это говорит о том, что общество здорово, а не катится к концу какому-то. Именно равноправие женщин и мужчин в Советском Союзе позволило Советскому Союзу добиться выдающихся достижений во всех абсолютно отраслях. И в науке, и в искусстве, и в преподавании не было бы без женщины, которая, простите меня, далеко не только автомат для воспроизводства человеческого вида, но и кто угодно. Это и врач, это и преподаватель. А женщина-секретарь ЦК КПСС была в истории? Конечно, вы посмотрите на фотографии, посмотрите, я имею в виду, что это не было запретной темой. Посмотрите на фотографии, которые остались со всех съездов Верховного Совета СССР. Сопоставьте, сколько женских лиц на этих фотографиях, я не говорю о классовом составе этих фотографий, сколько там было рабочих, сколько там было крестьян, сколько там было людей, которые знают, что такое труд, и сколько там проходимцев и праздно шатающихся. Сравните эти фотографии с сегодняшними фотографиями из нашей Государственной Думы, например. И какая разница, сколько там женщин и сколько мужчин, хотя, конечно, в сегодняшней Государственной Думе вы женщин найдете многократно меньше, чем в советских органах представительной власти. Вот, поэтому я просто хочу, чтобы мы не втягивались вот в это. Это тепловая ловушка, это увод разговора от реально значимых тем, от того, что беспокоит каждого, и мужчину, и женщину. Продолжение следует...